Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Сегодня мы продолжаем читать шестую главу Бхагавадгиты Дьяна-йога Йога-медитации, текст 25 Шанайк-шанар-упарамет Будхядрити грехи тая Атма-самстхам-манах-критва Накинчит-апичинтает Перевод Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом С помощью твердой убежденности и разума йог должен постепенно прекратить деятельность чувств Эта ступень называется пратиахара Отстранив чувства от объектов восприятия и обуздав ум с помощью медитации и убежденности, йог входит в состояние транса или самадхи Тогда ему уже не угрожает опасность снова оказаться в плену материальных представлений о жизни Пока йог находится в материальном теле, он вынужден соприкасаться с материей Однако, ему не следует думать об удовлетворении потребностей собственных чувств Он может думать только о том, как доставить удовольствие высшей душе Этого уровня нетрудно достичь, если просто заниматься деятельностью в сознании Кришны О Магьяна Тимирандася Гьянанджана Шалакая Чакшурунмилитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манхобиштам Стапитами на Бутале Своям Рупакадамахям Дадатисва Падантикам Ванча Калпатрубья Шчакри Пасинхупья Эвача Патитанам Павани Бхеу Вайшна Бхеу Наму Намаха Штай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайтанга Дадхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Постепенно шаг за шагом с помощью разума опирающегося на твердую убежденность йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе не думая ни о чем другом Итак, мы продолжаем рассматривать главу Дьяна Йога Йога Медитации и мы знаем, что это восьмиступенчатый процесс аштанга буквально состоящий из восьми составных частей и транс или самадхи это можно сказать вершина уже всей этой лестницы всего этого процесса и к этому нужно прийти то есть в самадхи невозможно так просто случайно впасть вот это состояние которое является плодом достаточно длительных усилий то есть мы знаем, что йога в таком настоящем ведическом варианте это фактически то же самое, что саньяса вот буквально самое начало этой вот главы шестой там говорит что саньяса и йога это то же самое вот то есть фактически это означает, что невозможно заниматься по настоящим йогам не став саньяси вот здесь прямо в первом стихе давайте вспомним Верховный Господь сказал тот, кто не привязан к плодам своего труда но действует верно своему долгу воистине отрекся от мира именно он настоящий йога не тот, кто не сжигает огня не выполняет своих обязанностей и дальше говорит, что знаешь, что сын Панду то, что называется отречением от мира или саньяса по сути и есть йога или восстановление отношений со Всевышним то есть невозможно стать йогом только избавив или возможно стать йогом только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям то есть в строгом смысле слова йога вот эти вот все такие внутренние уже процессы соединения сознания с сознанием параматмы это то, что подразумевает такую же квалификацию как допустим у нас саньяси то есть саньяси это человек, который слово саньяси буквально значит оставишь и все сана это все совместно ньяс обозначает отдать, пожертвовать отказаться то есть ньяс обозначает тот, кто оставил все но он оставил все не просто так а ради чего-то ради высшей цели и поэтому в общем-то вот такое аштанга йога всеми этими вещами занимались не какие-то там незрелые молодежь что называется которым хочется вес сбросить или растяжку улучшить гибкость повысить вот а именно те, кто достиг состояния вот этой внутренней отрешенности они может быть не принимали внешнюю саньясу как таковую но это имеет еще другой термин называется тьяга тьяга это состояние внутренней отрешенности это означает что человек уже потерял всякий интерес к этому материальному миру никаких разум опирающийся на твердую убежденность убежденность в чем убежденность в том что единственным достойным занятием для человека является восстановление отношений с Богом вот все а отношение с материальным миром называется карма и в этой карме мы все запутались как муха попала в паутину и она там крутится вертится и чем больше в этой паутине бьется тем больше в эту паутину запутывается в ней то есть поэтому когда здесь говорится разум опирающийся на убежденность это обозначает убежденность полно не без всяких иллюзий что в этом материальном мире для живого существа убежища нет нет никакого убежища убежища только в Боге и поэтому он занимается йогой с великой решимостью если мы посмотрим допустим чего не хватает нам или что сдерживает нашу решимость то мы легко можем себе признаться в том что решимости нам не хватает из-за того что остаются какие-то надежды планы связанные с этим материальным миром вот и поэтому мы не можем всего себя отдать Кришне у нас такое долевое инвестирование часть в Кришну пару часов на джапу там что-то еще книжки почитать может быть иногда что-то послушать а все остальное если скажем так из 24 часов минус сон там сколько-то плюс все эти туалет всякие там хозяйства и прочее сколько остается у человека реальных там может быть часов ну 13-12 у него остается после всего того что там за минусом сна и всякие там хозяйственные бытовых и прочих разных дел вот ну 2-3 часа на духовную жизнь а все остальное время из этих оставшихся там часов 9-8 это уходит на обычную материальную деятельность и эта материальная деятельность имеет тенденцию затягивать нас то есть мысли об этом планы что я сделал сегодня что я буду делать завтра послезавтра и так далее вот это то что занимает наш ум и когда ум заполнен всеми этими делами никакой йоги не может быть речь можно сходить в клуб йоги там потянуться хорошо растянуться подышать пообщаться но при этом если мы продолжаем думать о каких-то мирских планах и делах это не есть йога потому что йога это именно соединение нашего сознания с Кришной и так здесь говорится шанайх шанайх то есть шаг за шагом то есть это состояние невозможно так вот внезапно войти вот и мы знаем что помогает этим людям йогам от всего отрешиться то есть сначала это яма-нияма яма-нияма обозначает просто правильный образ жизни когда они отказываются от невежества и страсти это будет их яма то есть запреты они не позволяют свою жизнь входить в невежество и страсти и нияма обозначает что они как раз позволяют свою жизнь входить в гуни благости то есть это какие-то определенные позитивные благоприятные действия ну как у нас примерно то же самое в садане что-то мы от чего-то отказываемся наоборот принимаем принимать благоприятное отвергать неблагоприятное это на языке йоги будет как раз яма-нияма примерно так можно провести параллели потом они занимаются телом достаточно серьезно плотно асана потому что тело это не просто они воспринимают тело не просто как машину для наслаждения что для большинства людей тело это мой инструмент наслаждения они воспринимают тело как некую катапульту из которой душа должна катапультироваться и пойти к Кришне вот и поэтому этот пусковой механизм эту катапульту они готовят определенным образом вот для чего все эти асаны существуют чтобы тело было готово чтобы все на одной линии было ровненько вот и так же когда тело умеет ровно сидеть тогда в нем будет нормально двигаться потоки праны после асаны пранаяма идет вот а когда человек овладел пранаямой тогда он может уже овладеть умом потому что в строгом смысле слова не овладев пранаямой вот этими потоками воздуха умом человек не может овладеть потому что все эти входящие и выходящие праны они же связаны с чувствами правильно вот пять пран входящих связаны с чувствами которые получают знания гианендрия то есть то что на входе что я увидел, услышал, почувствовал и так далее, вот эти пять пран входящих. Пять исходящих пран связаны с кармендрия, с активными органами чувств, когда я действую, воздействую на мир, реагирую определенным образом. И вся эта деятельность чувств, связанного с десятью пранами входящими и выходящими, она впрямую связана с умом. Поэтому раз контроль ума играет такую важную роль в практике йоги, то предыдущий уровень доума, это как раз уровень прана или пранома, он является столь важным. Асана, пранаяма. И только после этого человек уже может перейти к этой ступени, которая упомянула здесь, пратяхара, когда человек отрывает ум от объектов. Потому что пока человек имеет какой-то план, он заморочен, что-то ему надо, хочется и так далее, что-то он купил, теперь думает, когда мне это доставят, или еще, а доставят ли вовремя, а может, он что-нибудь браковое доставит, а может, я что-нибудь не то сделал, а может, я недоплатил, а может быть то, а может быть все. Постоянные какие-то мысли у человека в голове в связи с этим материальным миром. И какая может быть пратяхара, то есть в этом состоянии, какой может быть отрыв чувств от их объектов. Люди просто заморочены своей материальной жизнью, вот и все. Поэтому еще раз напоминаем, что йог – это равно саньяси, то есть человеку, у которого нету никаких дел в этом материальном мире. Он даже о теле своем не заботится. То есть он живет по психологии этого питона, что питон лежит в одном месте, он даже ни за кем там не гонится, не охотится. Вот что мимо пробегает, он в то раз схватит, все, понимаете. Вот так он живет, это называется мышление саньяси. Только он в классическом варианте. У нас, конечно, немножко другие саньяси, активные, они путешествуют, но если брать такую классическую ведическую саньясу, то это люди, которые никакой внешней деятельностью не занимаются. Поэтому йога – это равно саньяси. Если человек не принял саньясу, он йогой заниматься не может. То же самое, как во времена Шанкарачарии, он очень легко парализовывал некоторых своих оппонентов, когда кто-то пытался с ним спорить, он говорит, сначала прими саньясу, потом рот открывай. То есть он не разговаривал ни с кем вообще, кто был уровнем ниже саньяси. Хочешь проповедовать, сначала прими саньясу, потом будешь проповедовать. Иначе никак вообще, это была его минимальная квалификация. Вот то же самое и здесь. Хочешь заниматься йогой – прими саньясу. А прими саньясу ты можешь принять только, когда у тебя внутри уже с этим миром ничего не связывает. Все, абсолютно ничего не осталось. Как говорил один человек, шутил, у нас с этим миром связывают только канализационные трубы. Когда только вот это останется, и больше ничего не останется, тогда человек может йогой заниматься. Вот такой классической аштангой йогой. И вот теперь начинают происходить самые тонкие процессы. Вот это вот пратихара, когда чувства, которые обычно стремятся к объектам, их благодаря силе пранаямы, йоги, внутреннего контроля, убежденности, йог разъединяет. Он открывает чувства от объектов. Это обозначает, что глаза больше не соединены с формами, уши больше не соединены со звуками, кожа не соединена со всеми этими тактильными ощущениями, обоняние больше не связано с запахами, язык больше не связан со вкусами. То есть он полностью отключает все чувства, обесточивает их. Но он не просто их обесточивает, а он их заворачивает внутрь. То есть теперь он эти внутренние чувства направляет на параматму. Вот это и есть основа вот этого внутреннего видения, когда он соединяет свои чувства с параматмой. И поскольку у него уже есть твердо убежденность, что ему в этом материальном мире ничего не нужно, он ничего не боится, никаких у него планов нет, ничего. Это как описание Шайми Кириши, который находился в медитации, когда Махараджа Парикшет пришел к нему, на охоте он находился, и там оказался возле Иваши, он хотел попросить у него воды попить. Тот его просто не слышал. Именно потому, что уровень протяхары, отрыв чувств от объектов, все, Махараджа Парикшет стоял рядом, с ним говорил, то есть достаточное расстояние, чтобы услышать. Но он не слышал, потому что его слух был обращен вовнутрь, перенаправлен абсолютно на другой объект, на параматму, на Бога в сердце. То есть это обозначает, что человека больше ничего здесь не держит. Примерно то же самое, что представьте себе, у вас дома есть какие-то окна, и вас волнует вид из окна, а там что, а здесь что. А здесь вы полностью закрываете все шторки, все-все-все, вас внешний мир больше не интересует, только внутренний мир, больше ничего. И это обозначает, что человек должен твердо верить, что там внутри что-то есть, понимаете? Он должен понимать, что Бог в сердце, Он и есть источник всех тех богатств, всех тех каких-то красот и разных привлекательных вещей, которые находятся во внешнем мире и занимают наше сознание, занимают нашу жизнь. Вот это называется твердоубежденность. То есть он должен точно знать, точно верить, что Бог перевешивает всю материальную реальность. Что Бог – это высшая ценность для души. Все остальные ценности, приходящие, они связаны с умом и телом. Ум и тело меняются, поэтому что-то нам уже не нужно, что-то уже неинтересно, меняется. Но высшие ценности, они имеют отношение к душе, они не меняются. Вот это называется твердоубежденность. То есть он, уходя от этого мира, отворачивая свои чувства от этого мира, обращая их на Бог, он не жалеет об этом, он не боится, понимаете? Вот квалификация для йоги. Вот это называется квалификация саньяса. Почему Кришна говорит, что то, что именуется йогой, есть то же самое, что саньяса. И теперь, когда вот эта вот пратихара произошла, отрыв чувства от этих объектов, дальше начинается дхарана, концентрация. То есть потому что чувства, теперь они находятся внутри, их нужно сконцентрировать, как такой вот собранный луч, как вот лазер, он такой концентрированный, чтобы он что-нибудь там разрезал, он должен быть очень таким собранным в одну точку, не рассеянный свет, а именно такой сконцентрированный свет, сознание. Итак, это дхарана, концентрация. Я знаю, что внутри находится Верховный Господь. Я чувства ради Него, ради Него от этого материального мира оторвал и направил внутрь себя. И теперь я их собираю в один такой пучок, в одну такую концентрацию внимания своего. Итак, это дхарана и теперь дьяна. Я пытаюсь медитировать на все эти вещи. Он помогает себе. Как помогает? Он может повторять мантру. И в конце концов, вследствие этой дхараны, концентрации, дьяны, медитации, должно произойти самадхи. То есть это высшая ступень этой йоги. Самадхи обозначает, что Господь открылся ему. И вот теперь он лицезреет его. Ишвара пранидхана называется. То есть он теперь медитирует на Верховного Господа в своем сердце. И теперь он понимает, что нет высшей ценности. Ему уже обратно и возвращаться-то не хочется. Вот. Если его вот это вот самадхи, медитация устойчива, в общем-то, если Господь доволен им и уже посчитает, что он готов, он может уйти из этого тела. И дальше происходит такая полная самоутилизация. Активизируется огонь в теле, и тело просто сгорает. Все такая самокремация. Очень удобно. Крематорию платить не надо. Все хорошо. И все. Потом дальше дождик пошел. И все этот прах, он в землю впитался. И все. Питательная среда. Этот йог ушел к Богу. Тело ушло в землю. Все. Полнейшая утилизация. Все идеальным образом. Итак, Шила Прабхупада завершает свой комментарий такой фразой, что этого уровня нетрудно достичь, если просто заниматься деятельностью в сознании Кришны. То есть фактически здесь Шила Прабхупада говорит, что весь этот результат, который достигнут йогом при помощи этой сложной, длительной практики аштанги, которая требует квалификации саньясы, можно достичь, занимаясь деятельностью в сознании Кришны. То есть здесь он говорит, что этот процесс бхакти более доступный, более предпочтительный, чем вот этот вот сложный и достаточно эксклюзивный, элитный, можно сказать, процесс аштанга-йоги, который далеко не все могут практиковать. В чем же суть и почему бхакти-йога столь предпочтительна? Почему она перекрывает по своим возможностям, по своей эффективности эту аштанга-йогу? И ответ в том, что это происходит благодаря личному участию, личному присутствию Кришны. То есть аштанга-йога – это процесс механистический, поскольку тело – это механизм, ум – механизм, все эти праны, вся эта система – это механизм определенный. И нужно его привести в состояние полной гармонии, это с этим, от этого оторвать, туда присоединить, там это переключить. То есть такая механическая деятельность, которая требует очень хорошего такого детального знания от того, как устроено физическое тело, ум, все эти праны и так далее, как одно с другим связаны. Вот бхакти-йога, в отличие от этого механистического процесса аштанги-йоги, является немеханистическим процессом, потому что здесь принимает участие душа с одной стороны и сам Верховный Господь. Материальная природа, да, она стоит между ними, но преданный, если он по-настоящему зрелый преданный, он эту материальную природу правильно использует. То есть он ее не на себя, а от себя. Если дверь открывается от себя, значит он ее от себя. И тогда эта материальная природа не является препятствием, она просто как открытая дверь. В то время, если он эту материальную природу тянет на себя, тогда та же самая дверь становится закрытой дверью. То есть он осложняет свои отношения, свою коммуникацию с Верховной Личностью Бога. Итак, когда мы правильно относимся к материи, то есть от себя в плане отрешенности от этой материи, посвящаем все Кришне, вот это и есть правильное сознание, правильное действие, при котором материальная природа превращается в открытую дверь. То есть это обозначает, что человек начинает видеть в материальной природе Кришну. она больше не является материальной природой, для него препятствием, проблемой. Ну а если у нас не сформировано правильное отношение к материальной природе, мы по-прежнему ищем убежище в ней, в этой материальной природе, тогда Кришна остается вроде он как рядом, всегда рядом, но за закрытой дверью, потому что мы все тянем на себя, мы эгоисты, мы потребители, это вот такое мирское сознание. И в этом случае йога не возникает, потому что йога обозначает, что мы протягиваем Кришну, Кришне свои руки, все свои чувства. Нарада Муни в своей Нарадапанчаратри дает определение Бхакти. Он говорит, что Бхакти или преданным служением занимается, вернее, называется деятельностью, когда мы все свои чувства связываем с чувствами Кришны. И в этом процессе он говорит, что все упади, то есть все наши представления о себе, как о теле, как о части этого мира, уходят в Сарвападе Ви Нирмукта, Татва Радхвина Нирмалам, и чувства становятся очищенными. Почему? Потому что мы касаемся Кришны. Кришна всегда чистейший. Почему мы грязны? Потому что мы своими чувствами касаемся материальной природы, не помня о том, что это энергия Кришны. Вот в этом и состоит смысл осквернения чувств и осквернения нашего ума, разума. Это смысл того, почему появляется все это ложное эго и так далее, ложные представления жизни. Но когда человек свои чувства соединяет чувствами Кришны, Хриши Кена, Хриши Кеша в духе служения, Севанам, Севанам, вот тогда происходит процесс очищения. И теперь чувства уже воспринимают высшую реальность. Они уже воспринимают Кришну. И также мы знаем, что в процессе Бхакти есть некоторая адхикара. То есть вроде бы как мы действуем и совершаем какие-то определенные действия, адхикара обозначает наша внутренняя готовность к этим действиям. То есть мы можем много говорить о том, что вот это лучше того, Бхакти-йога лучше всего и так далее, что для Бхакти-йоги в принципе требуется минимальная квалификация, просто определенная вера в Священное Писание, просто желание попробовать себя в этом деле. То есть каждый может попробовать. В то время, как я сказал, для практики аштанги это вот квалификация фактически саньяси нужно быть. Тем не менее, этот процесс, он тоже действует не механистически, не автоматически. А Кришна отвечает нам определенным образом согласно нашему уровню, нашей адхикаре. И если мы чувствуем, что какие-то наши материальные привязанности остаются, как вот якоря, никуда они, так сказать, не уходят, что у нас получается такая немножко двойная жизнь, что вроде бы, как я для Кришны живу, и в то же время у меня остаются какие-то и материальные планы и так далее, то это обозначает нехватку адхикары для чистой духовной жизни. То есть это обозначает, что моя адхикара может быть на уровне вот этой вот аропья-бхакти, когда Кришна говорит в Бхагавадгите 9.27 что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, ни отдавал, через какую баскезу ни проходил, о сын кунти, делай это как подношение мне. То есть это обозначает, что любви, как таковой бхакти, еще пока нет. Но есть какое-то правильное понимание вещей, и человек, он обусловлен, то есть он не может так просто как-то взять и форсировать этот процесс освобождения, это невозможно. Поэтому он начинает с уровня своей адхикары. Вот это и есть аропья-бхакти, или арпана, арпана, аропья, то есть это подношение. Когда я пытаюсь с Кришной связываться, несмотря на то, что там какое-то особенного, какого-то там животрепещущего чувства, прям какой-то всеохватывающей любви, ее нет, потому что нету, нету адхикары, нет такой квалификации. Но есть адхикара предлагать Кришне что-то, независимо от того, есть любовь, нет любви, как вот в этой девятой главе Бхагавадгиты в 26 стихе Кришна говорит, а патрам пушпам палам то я, мями бахтия праечхати, предложи мне с любовью, преданностью, листок, цветок, плод или воду, я приму это. То есть там условия с любовью и преданностью, бахтию пахри там. Вот о следующем стихе, в 27 уже про любовь речи нет. Если нет любви, так нет любви. Откуда ее возьмешь? Если там выдавливать искусственно из себя не будешь эти вещи, тогда адхикара или квалификация в какой сфере лежит? Вот в этой сфере. Аропия, то есть предложение Кришне. На основе разума. Я понимаю, что все эти материальные какие-то вещи, предметы, продукты и прочее, что меня привлекает в этом мире, это все творение Верховной Личности Бога. Я понимаю, что когда я привязан к ним без связи с ним, это все становится, ну, создает, вернее, антураж моего рабства. То есть то, что как бы не выпускает меня из этого всего. И теперь я понимаю, что да, бахтии – это уже чувство, состояние, которое происходит на прямом уровне очищения. И как же мне очиститься, как же мне дойти до этого? Я начинаю предлагать Кришне все это. Это твое Кришна, поэтому все яги начинаются с этой мантры. И дам Кришна, и дам Намама. Это для тебя Кришна, это не для меня. То есть мы начинаем работать со своим умом, мы совершаем внешние действия, некую дравья-ягью, то есть предлагаем Кришне какие-то материальные объекты, но с пониманием, что мы предлагаем их, потому что они ему принадлежат. А когда я думаю, что это мне принадлежит, это мое ложное чувство собственности ошибочное, которое и создаёт эту аханкору ложное эго, которое потом проявляет себя в разных экспансиях, когда я начинаю так или иначе, прямо или костно заявлять свое право на какую-то собственность и прочие-прочие разные вещи. И так моя обусловленность возрастает. Джанаси, Мохо, Яма, Хамма, Метти. Так живое существо погружается в иллюзию и думает в категориях Я и Мое. Поэтому мы можем практиковать процесс Бхакти, но с разной адхикары, с разной квалификацией. Мы говорим о том, что Шудха Бхакти или Анания Бхакти, вот это беспримесное, чистое, преданное служение, это вершина, это самое лучшее существо. К этому нужно прийти. Но мы приходим к этому, находясь где-то, это как, вот знаете, предположим, есть какая-то такая главная дорога или главная трасса куда-то ведущая. И мы не можем, а мы где-то находимся там на какой-то периферии, и нам нужно проехать все там какие-то эти вот дороги, косвенные, пока мы на главную автостраду не выйдем. То есть совершенно очевидно, что Кришна идет это основная главная дорога. Бхакти Марк, путь чистой преданности, не просто преданного служения, а чистого преданного служения. Шудха Бхакти, это главный Бхакти Марк. Но если я сейчас не нахожусь на этом Бхакти Марке, я нахожусь где-то там, где-то непонятно, в какой-то я карме, в гьяне запутался, в йоге, в чем-то там еще. То есть где-то я в городе заблудился. Но я по навигатору понимаю, что мне, чтобы на эту главную дорогу выйти, нужно сначала туда, потом туда, потом туда, и потом уже выйду на это. То есть путь чистого преданного служения самый лучший, самый предпочтительный. Но мне нужно каким-то образом на него выехать, каким-то образом на него вырулить мне нужно. Потому что я нахожусь в состоянии какой-то, я где-то запутался, я долгие жизни жил в этом материальном мире, я заблудился реально. И теперь Кришна как бы так вот накрыл меня сверху и говорит, давай, предавайся мне. Я говорю, ну и как? Он говорит, вот ты здесь, тебе нужно выехать вот сюда. Вот через эту навигацию какую-то определенную. Поэтому, собственно говоря, Кришна и упоминает в Бхагавадгите и карму, и гьяну, и аштангу, все эти вещи, потому что каждый из нас где-то находится на каком-то из путей. Как Кришна говорит сам в Бхагавадгите, что каждый идет моим путем. Он каждый где-то, где-то находится в этом материальном мире. Но дорога, которую он идет, она с этим главным путем, Бхагти и Маргам, может быть связана не прямо, а косвенно. И поэтому человеку требуется некоторое время, чтобы этот маршрут пройти и вырулить на главную дорогу, с которой уже, собственно говоря, и открываются все наилучшие перспективы духовной жизни. И моя адхикара или моя квалификация следует пути Бхагти, она сейчас именно состоит в том, что я где-то там на пути к этому чистому преданному служению. Я не говорю, что оставаясь нечистым преданным, я могу прийти обратно к Богу. Я такие глупости не говорю. Я говорю, что можно прийти обратно к Богу, только остав чистым преданным. Но вопрос, как стать чистым преданным, как вырулить на этот путь чистого преданного служения. С одной стороны говорится, санга, общение с чистыми преданными, но общаюсь-то я запутавшийся, мне все равно какой-то путь из этой запутанности в распутанность нужно проделать, нужно все-таки мне прийти к этому пути. Санга поможет мне ехать к этому как-то, может быть, с большим энтузиазмом, большим пониманием и так далее. Но, тем не менее, это все равно мои усилия. И поэтому Прабхупады говорит, что заниматься деятельностью сознания Кришны, занимаясь деятельностью сознания Кришны, человек получает тот же результат, что и этот самый йог. Вопрос только в том, как ему на этот путь сознания Кришны вырулить. Он может принять его прямо сразу, но ум его находится в неком состоянии обусловленности. То есть, ум наш сейчас это не чистый лист бумаги, где взяли и с самого начала вот эту правильную схему нарисовали и говорят, да нет никаких проблем. Кришна, так Кришна, в чем проблемы? Вот потому что ум будет испытывать множество разных сомнений. Сам Шая. А почему я должен? А я еще то не успел, я это хочу. То есть, совершенно очевидно, что ум так быстро не согласится на чистое преданное служение. Он не согласится. И вот это называется обусловленность. И поэтому существуют эти методы, пути, как его к этому согласию привести постепенно. Он сейчас не согласится по одной простой причине, потому что он пропитан низшими вкусами. И он чувствует, что Бхакти угрожает ему тем, что он от этих вкусов избавит, вернее, что он их лишится. И он будет против, потому что он не знает, что такое высший вкус. Поэтому постепенно его очищают, 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 он становится более-более сговорчивым. Он уже не так сильно протестует, как, допустим, в начале. Вот это с одной стороны, с другой стороны, параллельно с этим укрепляется духовный разум, который уже может этот ум, так сказать, немножко больше на него там надавить или направить куда-то там. И в конце концов существует высший фактор, Кришна, то есть его воля, которые создают какие-то обстоятельства, которые могут ускорить наш процесс вручения себя ему. И когда человек уже вышел на этот путь, собственно говоря, чистого преданного служения, вот это и называется то самое деятельность сознания Кришны. То есть когда человек уже тоже с этим материальным миром практически не связан. Когда мы практикуем Бхакти в обусловленном состоянии, это по виду Бхакти, но по качеству своему это все может быть испорчено нашей недостаточной адхикарой, квалификацией, по внутреннему качеству. Внешне это совершенный процесс, внешне, но внутренне, поскольку ум мой не имеет достаточной квалификации адхикары, там может не хватать внимания. То есть каждый же имеет опыт. Мы повторяем Харе Кришна Махамантру и думаем не о Кришне, а о чем-то внешнем. Какая-то материальная природа нас привлекает, какие-то материальные дела. Это говорит о том, что наш ум сейчас находится под влиянием внешней энергии. Раз мы в уме думаем о внешних вещах, это означает, что внешняя материальная энергия сейчас владеет моим умом. А для того, чтобы я повторял Харе Кришна и думал о Кришне, для этого ум должен находиться под влиянием внутренней энергии. Потому что Кришна проявляет себя через внутреннюю энергию. Через внешнюю энергию он может проявить себя как божество. Но я смотрю на божество и может быть не всегда что-то там особенное такое чувство. Я понимаю, что да, это божество, нужно поклониться. Но каких-то особенных чувств захватывающих меня, что я везде ходил и думал про это божество, этого может не быть. Почему? Опять же, потому что ум находится под влиянием внешней энергии. И для того, чтобы мы спонтанно, легко и естественно думали о Кришне, наш ум должен находиться под влиянием внутренней энергии. А это не наша квалификация взять и поставить свой ум под контроль внутренней энергии. Это Кришна. Либо он накроет нас этой внутренней энергией, либо он накроет нас внешней энергией. И поэтому с нашей стороны только правильные намерения правильные намерения правильные усилия чешта рупа то есть когда мы совершаем бхакти под давлением правил определенных когда ум перешел под контроль уже внутренней энергии это называется бхава рупа то есть теперь в уме уже не просто какие-то вот усилия сознательные а бхава вот эта естественная эмоция находится вот поэтому в этой же главе и говорится что у может быть как врагом живого существа так и другом то есть пока он находится под влиянием внешней энергии он действует как враг когда он находится под влиянием внутренней духовной энергии он уже как друг вот этот момент перехода ума из под влияние внешней энергии под влияние внутренней это исключительно милость кришны которая приходит тогда когда он видит что человек с разумом основанным на убежденности шанай шанай шаг за шагом вновь и вновь предлагает усилия в этом направлении вот поэтому нам это на собственно говоря тоже определенная регулируемая деятельность которая в конце концов и должна вызвать милость кришны что в конце концов придет к тому что ум из врага превратится в друга и мысли о кришне будут естественными а не какими-то там вымученными когда мы пытаемся кришну туда в ум себе засунуть а какие-то наши там уже поселившиеся мысли и желания не они его оттуда выпихивают это уже не это борьба какая-то да вот какой-то период этой борьбы он естественный но в конце концов духовная жизнь начинается именно с момента когда кришна уже естественно поселился в уме вот и тогда мы думаем о нем также легко как мы думаем допустим о своих детях и своих близких о чем-то такому таком бытовом да без какого-то натужного усилия мы легко быть вещах думаем потому что это наша жизнь точно также настоящая преданность обозначает что кришна стал нашей жизнью и мы думаем о нем без всякой натуги легко естественно потому что он наш ближайший родственник харе кришна какие-то есть вопросы пожалуйста рук нет есть симха грива пожалуйста да да симка грива спасибо за лекцию я такой вопрос на преданное достаточно часто испытывают определенные состояние разочарование или пространство и от того что они думают что и подкинка такая очень маленькая и как бы сочетать рассказали у них все вот это все и преданное служение такое то любое инвестирование и вот это ощущение неудовлетворенности состояние удовлетворенности это их это истинное состояние преданных до либо это кришна помещает такие вот условия для того чтобы это не дальше продвигается как это понятен вопрос нет состояние неудовлетворенности здесь насколько я понимаю проблема состоит в том что когда мы думаем о себе то есть я являюсь предметом своих мыслей постоянных вот и я вижу то есть какой такой свой рода что ли комплекс неполноценности да может развиваться из-за того что вот я чувствую себя каким-то таким вот ну малорослым да вот что не хватает мне от хикара как тут я не какой-то не такой вот это может быть это 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 скорее всего так проявляет себя ложное эго вот когда допустим может быть я раньше считался каким-то более квалифицированным по неофитству мы часто себя переоцениваем гуни страсти потом мы начинаем более реалистично уже подходить самооценки вот но когда я испытываю недовлетворенность от того что я какой-то такой вот маленький неквалифицированный это пожалуй уже будет недооценка себя вот то есть иногда бывает такая как проповедь когда нас начинает там шпынять там тыкать там вот такие сякие там падшие негодные все прочее вот иногда это может быть полезно для некоторого развития смирения но постоянно такого рода послание оно не может создать какого-то ну гармоничного психологического состояния вот поэтому вот либо гуна страсти переоценка себя либо гуна невежество недооценка себя какой-то неудовлетворенность и решение как всегда гуна благости когда мы имеем такое взвешенное гармоничное реалистичное представление о себе то есть мы понимаем да мы недостаточно квалифицированным не хватает того всего другого но это не повод вообще там биться головой об стену там или что-то еще какие-то истерики устраивать а почему я не такой или что то еще то есть гуна благости это то что характеризуется знанием и счастье вот поэтому она это еще не духовное блаженство но это некая так сказать тушки удовлетворенность вот то есть человек понимает что сейчас вот это его ну как бы такой временный что ли потолок да это не в целом потолок а такой временный потолок временный какой-то вот лимит моих возможностей вот но если он сравнит себя нынешнего с собой прошлым то общем он может заметить что определенный прогресс сделан может быть он там такой большой но он есть это обозначает что человек находится в правильном процессе изменения какие-то идут это я все время привожу пример как капля камень точит то есть она может быть точит не так быстро как хотелось бы но это происходит и вот это вот неудовлетворенность своим уровнем квалификации это часто гуна страсти вот потому что гуна страсти это такая гуна в которой хочется побыстрее а если побыстрее не происходит то возникает какой-то комплекс неудачника или какой-то комплекс неполноценности да то есть это исключительно действия гуны страсти на наш ум на наш разум и вот поэтому такие оценочные суждения рождаются гуна благости обозначают что мы себя не переоцениваем и себя не недооцениваем мы понимаем что мы находимся в определенном процессе роста вот и как говорится ядрич халаб хасан то что человек доволен тем что приходит само это ну и в материальном плане и в духовном тоже то есть он не пытается из себя что-то изобразить потому что ну какой смысл до повышать искусственно свой рейтинг сам создавая какие-то там иллюзии какой-то там свои возвышенности и так далее вот поэтому гуна благости является некоторым временным решением для обусловленных живых существ пока мы не стали чистыми преданными что то есть она делает жизнь человека такое упорядоченное спокойно умиротворенное внутреннее удовлетворение и правильное понимание где я нахожусь и с какой скоростью я двигаюсь ну если я правильно понял вопрос то ответ примерно такой да спасибо большое еще там кто-то из маты же пытался что-то спросить елена дмитриева пожалуйста пожалуйста-пожалуйста слышно слышно-слышно говорить слышно ну принц принцип кришна провозгласил эйадхам вам пропадят эйадхам садхаю баджами ага в какой мере человек придется мне в той мере я его вознаграждаю поэтому определенная линейность есть как аукнется так и откликнется то есть здесь есть определенная внутренняя логика почему дополнительные они не дополнительные они основные это компоненты нашего процесса мы же не в пусть не в пустыне практикуем сознание кришны то есть есть какой-то социум вот и все зависит от наших отношений если мы общаемся с преданными в духе смирения служения готовности что-то сделать такое то я думаю что на наши головы много всякой милости прольется если мы ведемся неправильно по отношению к преданным то какие-то другие вещи на наши головы прольются вы пропали куда-то так связь связь пропала сам банка пропала ну ладно тогда у кого-то может быть еще есть вопросы ну я не знаю если больше вопросов нет она дамажа и вы пропали надолго поэтому вы сначала пожалуйста свой второй вопрос задайте непонятно алё да что же у вас там за связь такая связь вернулась говорите 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 кто он что действительно все и наше невежество и вся гордость и все вот и я так увидела вы там такой прям рецепт что действительно все наше невежество и вся гордость и все что с нами происходит почему то чтобы она не хотела что нас происходило это все то что нам неосознанно и неосознанно это все лечится харитришна махамантры вот этой попыткой внимательно повторять и если еще какие-то дополнительные какие-то дополнительные методы чтобы помочь еще вот знаете что более осознанно подход был к этому избавлению тоннах процесс слушания то есть опять же смотрите воспевание 16 кругов харитришна махамантры это наша апхидея это практика да но качество нашей практики или апхидея она же во многом зависит от самбанхи то есть самбанха наша связь с кришной и правильное понимание наших отношений с материи с другими живыми существами откуда это все берется из процесса шрава нам слушания правильно вот поэтому когда мы говорим что вот мы повторяем 16 кругов мантры чтобы уничтожить там 16 этих самых разновидностей невежества и все прочее вот это же мы все делаем на основе процесса шрава нам слушание правильно вот поэтому наше качество воспевания на же качество отношения служения но будет тем выше чем выше качество нашего слушания вот и все потому что слушание шрава нам это то что обеспечивает наиболее мощную самбанху связь связь ощущение сопричастности я связан с кришной самбанха бога ван самбанха потому что если этого нет вы просто в дежурном режиме берете четки каждый день на автопилоте повторяете свыше нас кругов думаю непонятно о чем это обозначает что вы практикуете апхидею практику да не на основе какой-то такой живой вдохновляющий самбанхи и в конце концов начинаете зевать смотреть на часы думать то когда уже там все это закончится то сейчас не понимаете чем вы занимаетесь поэтому процесс апхидеи воспевания он будет тем более эффективным тем более вдохновляющим и ощутимым чем более интенсивная самбанха собственно говоря вот вы для этого правопада из конта и основал потому что как общество она постоянно подпитывает самбанху ощущение своей связи с кришной бога ван самбанха именно это ощущение она и включает определенный вернее является неким энтузиазм которое побуждает нас заниматься служением без самбанхи апхидеи нет понимаете возьмите любой механизм какой-нибудь там да где что там что связано какие-то контакты там то другое какие-то вещи связаны между собой вот и просто один какой-нибудь важный контакт уберите внутри системы и пытайтесь включать ничего не будет работать то есть процесс не работает когда нет самбанхи полной связи у меня на днях ехал помимо опору на велосипеде цепь слетела вот то есть цепь на велосипеде она что она связывает заднее колесо с педалями то механизм определенный это самбанха это связь и благодаря этой самбанхи этой связи я давлю на педали и все заднее колесо вращается я еду а передним колесом и просто рулю направляю туда или сюда как только самбанха нарушилась я педали кручу а никуда не еду потому что цепь слетела понимаете и все и нужно слезать с велосипеда опять там эту цепь там восстанавливать так далее все вас он самбанха восстановлена теперь я кручу педали теперь я еду повторять харе кришна это как крутить педали понимаете но чтобы мы куда-то ехали должна быть самбанха я понимаю что я не просто там харе кришна мантру повторяю а я сейчас пытаюсь развивать свои отношения с кришной и вот насколько глубоко я эти вещи понимаю сколько глубоко и всем этим вдохновлен насколько глубоко это все вот это вот убежденность внутри меня пропитывает настолько от этого будет зависеть насколько интенсивно моя апхидея моя практика мать чё толку интенсивно крутить педали вообще если это вот у меня цепь слетела эти мои педали не связаны с колесом которая которая собственно является таким вот ну толчком движением импульсом движения понимать она что-то еще давайте одинаковые усилия на протяжении практики тем не менее какие-то моменты периоды друг приходит вдохновением больше чем обычно и больше ты чувствуешь как будто бы начинаешь и какой-то вкус какой-то проявляется вот это вот что это почему почему это как раз то что я и говорю что это процесс не механистичный что здесь кришна участвует поэтому кришна может давать нам какой-то опыт какое-то осознание какие-то чувства он же заинтересован в том чтобы мы росли в одном из комментариев можете почитать так если я не ошибаюсь шимат бхагава там первая песня 2 глава 17 стих 1 2 17 комментарий и там в комментарии к этому стиху права пада говорит что кришна больше заинтересован в том что мы вернулись к нему чем мы сами в этом заинтересованы если я не ошибаюсь в индексе 1 2 17 вот то есть это обозначает что у кришны есть заинтересованность он не он он с одной стороны как бог как параматма он с одной стороны беспристрастен но когда он видит что живое существо начало уже какие-то такие движения к нему все теперь он как знаете как вот родители ребенок учится ходить и ребят и родители к нему тянет руки ну давай давай иди ко мне иди ко мне то все но как бы с одной стороны дает ему свободу давайте двигайся но он как бы протягивает руки показывая что я с тобой если чё эти там поддержу и так далее понимаете да вот это и есть проявление кришна да потому что кришна смотрит не на наши анархи а он смотрит на на динамику нашего движения куда мы идем если бы он смотрел на нас не в перспективе а вот в статике в статичном состоянии да что сейчас вот ну такой господи с нами общаться смысла нет мы безнадежны и смотрите нашего статичное нынешнее состояние поэтому кришна смотрит у нас в динамике в процессе развития с надеждой смотрит понимать это вещи смотрите можно сказать что существует такая обратная взаимозависимость чем меньше материальных привязанности тем больше духовного вкуса то есть мы знаем но это в состоянии как бы таких вот крайних точек вот состояние освобождения состояние обусловленности чем больше привязанности меньше вкуса чем меньше привязанности материальных тем больше вкуса это как бы такие крайние точки сначала вот а в процессе то что между этим здесь много параллельных процессов происходит вот иногда бывает люди которые ну по каким-то причинам не скопали они могут испытывать довольно таки сильные такие вот симптомы духовного вдохновения какого-то понимания озарения по контрасту с тем состоянием мая в котором они оказались понимаете потому что кришна поддерживает то есть он никогда не ставит на нас крест общество может поставить на нас крест навесить на нас ярлыки там изгнать там что-нибудь еще там как ну потому что общество есть свои какие-то правила в котором она живет но кришна никогда не ставит на нас крест допустим допустим общество до изгнала того же ашват хаму да как вот негодяй такой да вообще такие ужасные преступления просто изгнали вообще а кришна бхагавата мы знаем что ашват хама в следующем инвентаре он будет индрой понимаете вот такой кришна он ему пост индры даст кришна никогда не ставит на нас крест никогда общество запросто обклеит нас ярлыками назовет нас так сяк поставить нас крест выгонит нас еще очень такое а кришна никогда такого не сделает потому что он любит нас хари кришна еще какие то вопросы есть у нас пожалуйста я хотела знаете такой вопрос задать правильно ли так думать что кришна дает нам милость и забирает что-то взамен то есть я должна что-то заплатить потому что очень часто кришне и бог обращаются люди когда у них что-то забирают какая-то беда случается и как будто бы это выглядит так что я но это кармическое мышление в гуне страсти что я должен что-то заплатить заплатить это не совсем правильно более правильно то же самое понятие отразить в благости пожертвовать понимаете потому что смотрите вот один человек дает деньги и другой человек дает деньги один платит понимаете да платит за товар а другой просто жертвует внешне совершенно одинаково кто-то отдает деньги да я достаю дают деньги обычно дают деньги когда платят за что-то правильно но человек также может достать и отдать деньги не Не платя, а просто отдавая. Понимаете, да? Хотя внешне это одно и то же действие, как кажется. Я вижу у вас озадаченность в глазах. Вы понимаете разницу, о чем я говорю сейчас? Вот. То есть, когда мы... Мы, естественно, все, мы должны чем-то пожертвовать, кстати, Кришна. А как же иначе? Ведь Кришна же объявляет... Он называет себе цену, да? Это известный стих, это Бхагавадгита 18-66. Он называет себе цену. И какова его цена? Он говорит, оставь все и предайся мне. Вот его цена. То есть, на одной чаше весов Кришна, на другой чаше весь мир. То есть, все, что мы... Он говорит, оставь все. То есть, он называет себе цену. Для того, чтобы обрести Кришну, нужно все оставить. Но мы ничего при этом не теряем, потому что все то, чем мы обладаем, ведь оно уже из Кришны дошло, правильно? Поэтому, обретая Кришну, мы обретаем и все, что в нем, так же. Он пурнам. Ом пурнамадага пурнамадам пурнамудачи те, пурнася пурнамудая пурнамэва вишиши те. Сколько бы полных частей не исходило из абсолютного полного целого, оно остается полным, всегда целым. Понимаете? Поэтому, когда говорит Кришна, оставь все, предайся мне, это он называет цену. Но у нас не должно быть ощущение потери. Человек накопил какую-то там сумму денег и говорит, ну вот, теперь я там покупаю что-нибудь, не знаю, там, машину, квартиру, ему нужно все отдать. Но он понимает, да, но я же для этого, собственно, и копил, да, чтобы потом все это отдать, но вот на это поменять. Потому что что-то он обретает, а что-то он теряет. Но когда мы обретаем Кришну, мы ничего не теряем. Это только ум наш так думает, потому что он не понимает, кто такой Кришна. Понятно? В какой-то степени. Да, получается, и не нужно ничего, и ничего не могу отдать, потому что и так все Кришна. Да, вы ничего не можете отдать, все, что вы можете, это отказаться от иллюзии ложной собственности. И это обозначает, что вы просто используете все в служении Кришне. Вот и все. Вы видите самбанху, понимаете? Богован самбанха, видение связи всего с Богом, это основа духовной жизни. Никакая апхидея, никакая практика, она не может быть эффективной без этой самбанхи. А самбанха приходит нам через общение, через слушание. А слушание возможно, когда у нас есть что? Даиние, смирение. Если я не имею смирения перед источником, откуда я получаю это знание, я не буду слушать. Ну что, давайте на этом остановимся. Уже час у нас прошел. Всем спасибо. Шила Прабхупа, Дакий, Джай, Шима.